Приветствую вас, друзья, на канале Сибирячка Готовит. С вами Елена. Узбекская самса. Посмотрите, хрустящее слоёное тесто. Делюсь всеми секретами приготовления. Как же это вкусно! А самое главное просто. Много мяса. Вот это слоёное хрустящее тесто. Ммм, как всё здесь сочненько. Я хочу, чтобы вы обязательно приготовили. Я угощаю вас, а вы своих близких. Поехали! В холодную воду высыпаю чайную ложку соли. Взяла без горки. Достоверяю её. И всыпаю муку. Цветочное количество смотрим, как обычно, под видео. Высыпаю чайную ложку соли. И замешиваю очень-очень крутое тесто. 10 минут я вымешивала тесто. Давайте посмотрим, какое оно получилось. Достаточно плотное. Видите, как хорошо держит форму. Вот такое вот прям. Очень плотное. Уберу его в холодильник на 30 минут. Обольшую головку репчатого лука. Нарезаю мелко. Так вот так вот я расправила с луком. Выкладываю его в миску. И нарезаю говядину. Тоже тоненьким-тоненьким, маленьким кусочком. Говядину чуть-чуть подморозила, чтобы удобно было её нарезать мелко. У меня даже Андрюшка не понимает, с фаршем это самса или с нарезанным мясом. Так я мелко режу. Очень вкусно получается. Сочно, хорошо готовится мясо. Вот такие кусочки. В миску выкладываю мясо. И жир. Взяла курдючный. Можно взять говяжий. По вашему вкусу и желанию. Соотношение такое. Одну часть взяла мяса и одну четвёртую часть жира. Высыпаю соль. Добавляю специи. Смотрите, здесь у меня кориандр. Смесь перцев. Ещё немножко красненького добавила для остроты. Обязательно свою любимую специю и зиру. И всё подпишательно вымешиваю. А также добавлю одну столовую ложку растительного масла для сочности. Убираю в сторонку. Дам нашему фаршу настояться, проароматизироваться. Стол присыпаю мукой. Выкладываю тесто. Вот так вот оно у меня выглядит. Мягенькое стало. И раскатываю в тонкую-тонкую лепёшку. Чем тоньше, тем лучше. Если понадобится, то посыпаю мукой. Ну, смотрите, друзья, в миллиметра два-три я раскатала лепёшечку. Смазываю её растопленным сливочным маслом. Хорошо, обильно, чтобы у нас была слоочка качественная. Готово. Так, беру тесто. Самый край. Прижимаю. Даже, можно сказать, прищипливаю. И стараюсь достаточно плотно свернуть в рулет. Выпускаю весь воздух. И плотно заворачиваю. Слепляю. Тесто очень липкое, хорошо слепляется. Откатываю. И делю. Вот такая вот у нас получается слоечка. Смотрите, какая красивая. Делаю на кусочки. Где-то в сантиметр три они у меня в ширину здесь получаются. Вот такие вот. Выкладываю сразу на досточку. И буду их класть в морозилку. Порционные кусочки делаю, чтобы нам сразу же потом их раскатывать. Чтобы долго не ждать. 15 минут будет достаточно. Перед тем, как убрать заготовки в морозильную камеру, я их немного придавливаю. Чтобы они быстрее подмерзли. И чтобы нам с вами было удобно готовить. Ну, время всегда, конечно. На 15-20 минут. Короче, 15 минут проходит. Я две штуки достаю и раскатываю. Итак, поехали дальше. Столб присыпаем мукой. На подсыпку приблизительно грамм 70 у нас муки ещё дополнительно идёт. Беру заготовочку. Так вот её разминаю маленько. Скалочку пересуряю мукой. И раскатываю лепёшечку. Если вдруг у вас лепёшечки замёрзли, их можно перенести в холодильник из морозилки. Чтобы они не перемёрзли, как говорится. Так, раскатала лепёшку. В диаметре она где-то у меня сантиметров 12-14 на глаз, так говорю. Разбила яйцо, добавила сюда водичку и край нашей лепёшки смазываю вот этим составом. Чтобы хорошо склеивалось, чтобы начинка на месте, сок, всё, чтобы был у нас на месте с вами. Выкладываю фарш. Перед тем, как выложить, ещё раз промешиваю. Беру где-то столовую ложечку. Так, скрепляю до середины края. Если вдруг пальчики подлипают, значит их можно рукой немножко смазать. Так, ещё. Треугольничек такой делаем. Тщательно очень скрепляем, чтобы все сольки, все вкусности, всё-всё у нас, друзья, внутри оставалось. Немножко уголок подворачиваю. Так, ещё раз пройдусь, чтобы наверняка... Вот такая вот первая самсушка у нас готова. Выкладываю её сразу на противень. Смазываю самсу взбитым яйцом с водой, в которую мы заклеивали её. Присыпаю сверху чернушкой, чёрным кунжутом. Выпекать будем при 180 градусах минут 30-35. Друзья, я желаю вам обязательно приготовить такую вкусную самсу. Побаловать своих мужчин, они очень её любят. И садим, конечно, насладиться замечательным вкусом. До новых встреч! Не забывайте про лайки, подписываться на наш канал. У нас очень простые и вкусные рецепты. До новых встреч! Пока-пока! Субтитры подогнал «Симон»!